приветствую всех меня зовут айрек бичи добро пожаловать на моё новое видео я много раз говорил вам про то какие уровням мне нравится а какие нет бывало такое что я позволял себе в буквальном смысле поливать человека грязью за то что ему просто больше везло с получением creator point of чем мне надеюсь вы догадались о ком я я понял что по большей части я был не объективен всегда давал критику с неким пристрастием ну и в конечном итоге делал какие-то выводы опираясь в основном на свои эмоции в этом видео я попытаюсь исправить свои ошибки и все-таки постараюсь дать какую-никакую объективную оценку это будет непросто это будет непросто ведь сегодня речь пойдет о самом худшем уровне у джоми 3d приятного просмотра ну а перед тем как начать я хочу порекомендовать вам канал гагера на нем вы сможете найти интересные видео по джоми 3d а также наблюдать за ростом его скилла у человека большой потенциал рекомендую на него подписаться ссылка как всегда в описании как вы думаете про какой уровень я сегодня буду говорить но может быть про какой-нибудь экстрим или же уровень от хера молтона надо именно про него спустя несколько месяцев после того как я построил harbinger of ruins я понял что мне стыдно за то что этот левел получил оценку я не особо старался над ним и это заметно однако каким-то магическим образом его все-таки оценили и честно лучше в sound wave рейднули хоть он и не намного лучше harbinger а но он по-прежнему остается моим лучшим уровнем но это пока что почему же я считаю свой соник худшим уровнем гд до определенно в игре есть левелы и похуже однако также как и в случае с хиром олденом произошел случай неоправданные оценки и получение creator поинтов да я действительно так считаю и как мне кажется не без основания почему я так думаю давайте разбираться первое что я бы хотел затронуть это геймплей если говорить коротко то он довольно скучный и канцерный и кстати так думаю не я один неужели нельзя было сделать что-то поинтереснее ну или хотя бы обойтись без багов если что я сейчас к себе обращаюсь я конечно понимаю что это легкий уровень и делать крутой геймплей не обязательно хотя кого я обманываю я не умею делать геймплей но все же к тому же музыка динамичная и гп соответственно тоже должен быть динамичный но как вы видите здесь динамикой даже и не пахнет невидимые порталы и затемнения на кораблике тоже напрягают пускай не так сильно как канцер начале дропа если говорить про синк то его нету то есть там как бы есть да но он очень корявый никогда не строите геймплей на телефоне ну и как вишенка на торте в уровне присутствует аж два полностью без идейных гп парта что не может не огорчать второе о чем я бы хотел поговорить это декор и здесь поподробнее начнем с бд с точки зрения дизайна бд худшее что есть в уровне плохие к тому же полностью накопи пащенные структуры и детали выполненные в стиле simple glow ничего интересного идея с яркой коробкой сверху уже давно не оригинальная да и к тому же выглядит мягко говоря так себе советую начинающим креаторам вообще забыть про эти коробки откровенно говоря это ни о чем единственный плюс минус нормальной бд присутствует только на аспарте там-то подсветка работает как надо но деталей все равно очень и очень мало пилы тоже выглядят пусто хоть они не смотрятся так кринжово как бд но если честно над ними тоже стоило бы поработать что касается копипасты то она есть везде к своему стыду признаешь что в уровне нету такого места где бы ее не было аэр слабый стрелки на переднем плане без капли мысли оставляют желать лучшего то же самое касается и граунда который фактически никак и не задекорирован кастом бэкграунд хорош только на втором парте во всех же остальных он очень примитивный ну и напоследок мое любимое шип парты затемнениями это моя самая худшая работа которую я когда-либо делал настолько без идейных настолько ленивых и однообразных партов я еще никогда не строил ничего абсолютно ничего я я даже не знаю как мне это комментировать ладно давайте закругляться harbinger of ruins типичный фьючат уровень со средним геймплеем и посредственным декором разумеется у него как и у любого другого фьючат уровня есть плюс и это атмосфера но на фоне остальных проблем я считаю что атмосфера вряд ли хоть как-то спасает положение хочу выразить огромную благодарность за фьючат но лучше конечно рейднули soundwave ну а на этом все надеюсь ролик вам понравился не забывайте подписываться на мою группу пк и вступать на мой дискорд сервер с вами был айрек бичи всем пока декором Субтитры создавал DimaTorzok